Историки, я рассматриваю, в причинах откачевки я рассматриваю несколько причин. Во-первых, Женвек и Кирей приходили с очень дальними родственниками Абулхайру. Они не были близкими родственниками, хотя они все были жучиды. И вот, возможно, это была такая обычная борьба за престол, каких часто бывают, в общем-то, особенно в кочевых государствах. Во-вторых, ведь Женвека и Кирея, как я уже говорил, они восходят своими предками Кварда-Ижену, Урусу и Бараку. Абулхайр, как уже известно, он был потомком Шибанида. Возможно, это были такие очень серьезные, как бы, династийные битвы. Были некоторые, как я уже говорил, психологические вещи, о которых стало известно. Потом, значит, кроме того, значит, само, видимо, правление Абулхайра сыграло негативную роль. Вместо того, чтобы дипломатическим путем объединять, как бы, вот, всех этих мятежных султанов, каждый из них же, они были потомками очень известной фамилии, и каждый из них имел очень большое количество сторонников. Вместо того, чтобы найти семью в общий язык, вот, начинается вот этот своеобразный конфликт. Многие спрашивают, куда и откуда откачивали ханы Женвеки и Киреи. Вообще, вот, необъятность степи Дещи-Копчак. Дещи-Копчак, это значит, копчакские степи или страна копчаков. Тогда, в общем-то, эти племена то назывались копчаками, то они назывались узбеками, кстати. Вот, но после отделения, вот, вот, Абул Хаира сторонников Женвека и Киреи укрепляется этноним «Казахи». Откачевка Женвека и Киреи все-таки, видим, как указывает Мухаммед Хайдар Дулати, произошло в сторону реки Чу. Есть там место с Хантау. Я вот специально ездил смотреть Хантау несколько лет назад. Этот Хантау находится между Балхашом и речкой Чу. И вот через Бурл-Байтал, когда вот ездишь, там можно заехать. Вот Хантау, там недалеко, кстати, располагается, 7-метрный завод. И до сих пор небольшая возвышенность. И, как отмечают многие средневековые авторы, они водрузили ханство. Они водрузили знамя нового государства, ханства, которое назвали казахским, именно вот в этих горах Козбасы и Хантау.